Делава неделя Делава неделя Делава неделя Глава Челябинской области отметил вопрос актуальности третьего транша. В частности, Текслер заявил, что несмотря на восстановление налоговой базы, остаются выпадающие доходы, согласно расчетам в сравнении с прошлым годом возникают перекосы. Мы поддерживаем идею посчитать третий транш по итогам ноября месяца. Там действительно мы увидим и влияние той ситуации, которая сейчас возникает с пандемией. И в октябре, напомню, идет уплата квартальных платежей по налогу на прибыль и налога на ОСН. И, скорее всего, снижение собственных доходов к прошлому году возрастет. Поэтому этот подход мы поддерживаем. Также, по словам Алексея Текслера, по сравнению с прошлым годом возрастет снижение собственных доходов. 600 тонн картофеля, 120 тонн моркови и 300 тонн лука. Именно столько было реализовано овощей на главной сельскохозяйственной ярмарке Магнитогорска с начала сентября. Несмотря на то, что с открытия прошло уже полтора месяца, о традиционном понижении цен продавцы говорить пока не спешат. Сетуют не до скидок. В этом году не урожай. Продукции удалось собрать в полтора, а то и в два раза меньше, чем планировалось. Горожане пока тоже не спешат закупать овощи на хранение. Фермер Сайдуло Атажанов приехал из Верхнеуральского района. Небольшое фермерское хозяйство в Кирсе – их семейный бизнес. На ярмарку в Магнитогорск приезжают ежегодно. Свой товар сбывают здесь. Сайдуло рассказывает, урожай картофеля в этом году не радует. Это один из самых неурожайных сезонов на его памяти. Хуже был разве что 2013-й, когда почти все посевы погибли из-за сильных дождей. В этом году, наоборот, засуха. Для сравнения, если в прошлом с гектара собирали по 20-25 тонн урожая, в этом только 7-8 тонн. В прошлом году начинали от 15 рублей, ну и по 12-13 продавали. В этом году засуха, цены не снижаются, наоборот, поднимаются за все. Ценник у всех продавцов одинаковый. Картофель 20 рублей. Это на 4 рубля дороже, чем в прошлом году. Капуста осталась на прежнем уровне 16 рублей. Морковь подорожала на рубль, стоит 19 за килограмм. Свекла обойдется в 15 рублей. Лук можно купить за 25. Фермер Рамиля Ханова привезла свою продукцию из Обзелиловского района. Рассказывает, продали 6 тонн моркови, часть еще на полях. Уже реализовали почти 20 тонн картофеля из 30. То, что урожай будет невысоким, прогнозировали еще в августе. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства области Александра Завалищина, урожай картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Челябинской области ожидался на уровне 90 тысяч тонн. Так, в 2019 году сбор картофеля в производственном секторе составил более 123 тысяч тонн. Таким образом, урожай сократился в сравнении с предыдущим годом почти в полтора раза. Это несмотря на то, что по информации замминистра, более трети площадей посева картофеля и овощей открытого грунта оснащено системами полива. 2020 год еще раз показал, что безоросительных систем хорошего и качественного урожая не получить. Поэтому областной минсельхоз планирует в текущем году возобновить привлечение федеральных субсидий с софинансированием из областного бюджета на гидромиллиоративные мероприятия. Возмещение затрат будет составлять до 70%. Но, по словам фермеров, несмотря на невысокую урожайность, и эту продукцию не очень-то раскупают. Покупательная способность заметно понизилась. Ярмарка на площади Горького традиционно самая крупная в городе. Обычно запасаться на зиму сюда приезжают большинство горожан. Но сегодня торговля идет не так уж бойко. У торговли не очень. Никак в прошлый год не сравнить, говорю. У людей, наверное, денег нет или непонятно пока. Действительно, горожане с приобретением запасов на зиму не торопятся. В основном покупают понемногу, прицениваются. Сегодня я пришла просто посмотреть и кое-что купить. А потом с детьми уже на машине приедем покупать на всю зиму заготовку. Почему здесь? Здесь, ну, я считаю, что здесь выбор больше, возможностей больше посмотреть, узнать. И по ценам, конечно. Картошки купила, морковки, свеклы. Все, что нужно, то и купила. А сейчас вот репы, цветную капусту вот взяла. В магазинах же дорого, здесь дешевле. Ну, в магазине разная картошка. Есть, допустим, как, когда, какой завоз, то, что я беру, вот сейчас еще в магазине брала. И по 18, 19, 20, 30 и там даже больше. И вот здесь по 20. На рынках тоже вот на Завинягина картошка была 20, правда, а лук был 25. К слову, в сетевых магазинах цены на овощи не очень отличаются от ярмарочных. При желании можно найти даже дешевле. Лук за 20 рублей и капусту за 12. Магазинный картофель примерно на одном уровне с фермерским. Конечно, о качестве судить хозяйкам. А вот что будет с ценами на овощи зимой, эксперты прогнозировать пока не берутся. А фермеры тоже пожимают плечами. Ну, мы продали картошку. Для начала было хорошо, как бы брали хорошо. Тон 50-60 мы картошки только в одного продали. Все, которое было у нас. Вот последний раз продаем. Из-за того, что урожая уже нету, как бы уже картошка, все. На хранение. В прошлом году много заложили, в этом году вообще не ложили. Может, картошка зимой подорожаться. Рублей 30-40, может быть, 50. Не угадаешь, что почем будет зимой. Нету урожая, значит, нету закладки, нету зимой. В магазинах дороже, естественно. Привозные будут продавать? Дорогие. Привозные, потому что невыгодно. Его привезти надо. Ну, знаете, какие расходы. Машину нанимать туда-сюда. Сегодня аграриям региона предлагают госпомощь для строительства новых либо для модернизации старых картофелехранилищ. В частности, из бюджета компенсируется почти половина затрат на строительно-монтажные работы. Фермер Сайдолу Атажанов говорит, могли бы воспользоваться таким предложением, но боится, что в этом году хранить будет нечего. Ситуация стабилизируется. Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал операционные результаты предприятия за третий квартал текущего года. Так, на официальном сайте ММК сообщается, что... Объем выплавки чугуна вырос на 13,9% к уровню прошлого квартала и составил 2379 тонн. На фоне восстановления спроса на сталь и завершения капитального ремонта доменной печи номер 2. Объем выплавки стали увеличился на 22,2% к уровню прошлого квартала и составил 2882 тонны. В связи с оживлением деловой активности и запуском стана 2500 горячей прокатки в июле после плановой реконструкции, проведенной во втором квартале. Продажи товарной продукции по группе ММК составили 2742 тонны, увеличившись к уровню прошлого квартала на 23,3%. Продажи продукции с высокой добавленной стоимости по группе ММК выросли на 16,5% к уровню прошлого квартала и составили 1341 тонну. Увеличение продаж этой продукции в третьем квартале обусловлено восстановлением деловой активности в России и сезонным ростом спроса на прокат строительного назначения. Объем производства угольного концентрата ММК «Уголь» вырос на 4,9% к уровню прошлого квартала и составил 721 тысячу тонн в связи с увеличением процента выхода коксующихся углей и ростом спроса на угольный концентрат. В целом рост цен на международном рынке, девальвация рубля, дорогое сырье и отложенный спрос на металлопродукцию были основными факторами роста цен на рынке металлопродукции России в третьем квартале 2020 года. В Челябинской области средняя стоимость квадратного метра жилья одна из самых низких в стране, а в Урфо Южный Урал занимает первое место как регион с самым дешевым жильем. Об этом сообщил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов. В Челябинске, к примеру, средняя стоимость одного квадратного метра составляет от 42 до 46 тысяч рублей, в Магнитогорске в среднем 38 тысяч за квадратный метр. Стоимость может меняться в зависимости от расположения дома, категории жилья, застройщика и благоустройства территории. Минимальная площадь отдельной квартиры составляет 24 квадратных метра. В Челябинской области стоимость жилья зависит в том числе и от муниципалитета. Там, где не сдается новое жилье, она может составлять 7 тысяч рублей, в других районах цена может составлять 15-23 тысяч рублей. Обманули почти на 8 миллионов рублей. Убытки подсчитывают сразу несколько страховых компаний из-за действий преступной группы из Магнитогорска. По версии следствия, группа действовала на территории Челябинской области и Башкортостана. Подробности громкого дела мы узнаем у исполняющего обязанности заместителя прокурора Ленинского района Руслана Акманова. Руслан Аравилович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о схеме, по которой действовали преступники. Схема заключалась в совершении мошенничества в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выражалось в том, что предварительно участниками преступной группы заключался с одной из страховых компаний договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на автомобиль. В последующем подбирался автомобиль для участия в асценированном дорожно-транспортном происшествии. Обычно это автомобиль более дорогостоящий. И искусственно создавались дорожно-транспортные происшествия, при которых автомобиль застрахованный оказывался виновником водителя застрахованного автомобиля, а водитель автомобиля более дорогостоящего, имеющего повреждения, полученные ранее при иных обстоятельствах пострадавшим. В последующем участниками группы производилось оформление дорожно-транспортного происшествия и обращение в страховую компанию с требованием о возмещении ущерба, причиненного в результате данного происшествия. Ну вот вы говорите 12 человек, это же целая группа. Эта группа делилась на основной костяк из пяти человек, действия которых квалифицированы с признаком участия в составе организованной преступной группы. И семи человек, участие которых носило неустойчивый, более эпизодический характер, их действия квалифицированы как соучастие в преступлении в составе группы лиц по предварительному сговору. А что теперь делать страховым компаниям? Кто будет возмещать ущерб? Всего по уголовному делу потерпевшими признано семь страховых организаций, которым причинен ущерб на общую сумму свыше семи миллионов рублей. Всеми страховыми организациями заявлены в уголовном деле гражданские иски на сумму невозмещенного ущерба, поскольку на стадии предварительного расследования ущерб частично обвиняемым был возмещен. И данные исковые требования будут рассмотрены судом одновременно с рассмотрением уголовного дела. Ну дело передано в суд. Что грозит членам группировки? В соответствии с уголовным кодексом за совершение наиболее тяжкого из квалифицируемых преступлений, а именно части 4 статьи 159 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Спасибо. Мы говорили с заместителем прокурора Ленинского района Русланом Акмановым. В Челябинской области пациентов с коронавирусной инфекцией легкой и средней тяжести, которые проходят лечение дома, будут выдавать бесплатные лекарства. Одними из первых лекарств по показаниям получили пациенты в Копейске и Чебуркуле, сообщает пресс-служба Минздрава. По словам заместителя главврача по лечебной части больницы Копейска Ларисы Кондраковой, получают и выдают препараты старшие и сестры поликлиник. Каждый ведет журнал и отмечает, кто сколько и какие препараты получил. Пациент также расписывается. Отчет заносится в систему. Препараты привозят на дом. Напомню, по словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, на закупку лекарств направлено свыше 67 миллионов рублей. В первую очередь лекарства для лечения на дому, в том числе коронавир, получает несколько категорий граждан – дети и беременные, граждане старше 65 лет и инвалиды. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИ. Редактор субтитров А.Семкин